Как же хорошо было скрашивать зимние и холодные вечера обещаниями самому себе начать с весны делать то, о чем вы давно мечтали. Кто-то хотел пойти в спортзал, кто-то начать бегать по утрам или заняться рисованием. Я же научиться играть на гитаре. И вот весна настала, пора действовать. Всем давно известно, что для того, чтобы достичь высоких результатов, нужно много и усердно работать. Правда, делать это не всегда хочется. Есть несколько простых советов, чтобы усилить ваше стремление к достижению цели. Первое – смотрите на лучших в области, которую выбрали. Есть такой способ в психологии, когда человек выбирает себе положительный образ, который он хочет достигнуть. Если мы выбираем такого человека, мы начинаем интересоваться его жизнью. И мы уже, конечно, говорим, то есть человек смог добиться, я тоже смогу добиться. Анализируйте ваши успехи, записывайте их в блокнот или заведите банку успехов, в которую вы будете вкладывать записки с вашими небольшими победами. Постепенно заполняя банку, вы будете видеть прогресс ваших достижений. Практически у всех наступает тот момент, когда все валится из рук. В этом случае нужно остановиться, сделать паузу и оглянуться назад. И вот тут нам поможет наша банка или блокнот. Посмотрите, чего вы уже успели достичь и подумайте, чего сможете достичь в будущем. Стоит определиться, зачем вам это нужно. И тут мотивацию можно разделить на мотивацию от и мотивацию к. Мотивация от – это стимул чего-то избежать. Если я этого не сделаю, у меня будут проблемы на учебе, работе или со здоровьем. Это одна из самых мощных мотиваций. У Александра лишний вес, и он этого не стесняется. Но такое положение дел его не устраивает, и он решил меняться. Самая главная мотивация у людей с избыточным весом для того, чтобы похудеть, – это проблемы со здоровьем. То есть, если ты будешь продолжать набирать вес, оно будет ухудшаться. Тебе будет тяжело двигаться, тяжело дышать, тяжело. В общем, ты будешь испытывать вообще дискомфорт. Для чего это надо? Это абсолютно не нужно. Иди в спортзал и старайся сбросить лишнее. Другой же вид – это мотивация к. Позитивная мотивация. Стремление основывается на положительных стимулах. Похудеть, чтобы влезть в любимые джинсы. Усердно учиться, чтобы получить хорошую работу. Или играть на гитаре, чтобы стать рок-звездой. В выбранном вами деле также хорошо иметь наставника. Мы не должны забывать о других специалистах, которые нам могут подсказать. То есть, да, нас направить. В этом случае мы должны обратиться к диетологу, мы должны обратиться к фитнес-тренеру, да, который нас поддержит и нас направит. Чаще думайте о результатах ваших стараний и не сворачивайте с выбранного пути. Тогда все обязательно получится. Субтитры создавал DimaTorzok